Он сейчас стучится, заходит. Да он сейчас к Надежде Васильевне сначала зайдет. Да нет, сюда сначала. С миром принимаем. На коротенькое время. Присядь сюда. Я сюда. Расскажи, где ты вчера был и кто тебя поддержал, в какое время. Предупрежден ты был или нет. Все расскажи. Батюшка говорил, что ему звонили. Погромче. Батюшка говорил, что ему звонили, хотят с полиции приехать. По поводу заявления. Павел, похоже, что-то там написал. Ну и все. Я поехал в поле опрыскивать. Мне машина встретилась. Таблетка. УАЗик. Сколько там человек было? Двое. Девушка и водитель. Ну, водитель я не знаю. Девушка это из прокуратуры. Из прокуратуры. Потом она подъехала. Когда мне позвонили из дома, сказали, что сейчас они к тебе подъедут. Батюшка позвонит. То есть они тебя нашли? Нашли. Ну как, батюшка сказал, где я. За Андреем. Мои поля-то все рядышком. Где меня искать? Так. И она пришла и начала говорить насчет лагеря. Так. Что объявления, что ВКонтакте, объявления, что людей приглашают сюда отдыхать. Ну да, куда они... А куда отдыхать? Лагерь. Лагерь слова даже нет. Лагерь нету, да. Лагеря нету. Она ответила. Да, они потом поехали, посмотрели. Там засняли все, что там травой заросло, что там действительно никого нету. Да. То есть они удостоверились. А ничего администрация, не район, а нашего села ничего не говорили, чтобы снести этот лагерь. Я говорю, ничего не знаю. Зачем его сносить? Ты должен сказать, как снести. Это теперь деревенское все. Ну раз оно не действует, значит оно должно быть, наверное, снесено. Никаких не касается. На территории все передано вам, а по акту... Как еще? Что земля? Я говорю, я знаю, помню, вроде бы вы говорили, что три гектара Кулебаброва вроде бы отдала. Это у нас есть на этот документ. А так это земля нашей Потеряевской нету, у нас сельского совета нету. Вся земля и Потеряевская... Это наводная пуща, там ничего не занимает. Да, это территория сельского совета, только и всего. Да. Мне отдано за подписью директора, за подписью депутата, за подписью председательства совета. Ну и все, вот я это подтвердил, там расписался, бумага какая-то. Все, далее они... Зализывает следы, зачесывает, чтобы еще нигде не было. А я подумал, да может быть кто-то в ЗМИ нашли, у нас есть благодетели расположенные. Написали Владимиру Владимировичу Путину, вот такой-то лагерь, 45 лет, без помощи государства. Он так удивился, да неужели будет? Да чудовищно, что же делают? Так, разузнать, дать отчет и отпустить средства как положено, чтобы дорога там была. Ну и меня спрашивают, вот я скажу, а Игорю Барбашу сразу комбайн купите, чтобы он дороги не портил. Этими машинами такими. Ну как-то так по этому сумме-то. Ну мало ли еще, а в лагере нет, чего бы они тут метались? Ну еще неизвестно, может быть и так. Про детей, сколько детей в деревне живет, несовершеннолетние, наказываете вы их или нет? Ну как? А работать вы их принуждаете? Ну как принуждаете? Они работают, но спасают. Ну насильно. Ну как насильно? Да нет, ну бьете? Нет, не бью. Ну в общем вот так. Посмеял. Ну молоденькая она совсем. Там предписание видимо у нее есть. Надо, говорит, нам рассчитаться, отчитаться. Каждый год положено прокурорские проверки вот такие. Видите как? Почему говорят? В четыре с половиной раза раздут аппарат, как при коммунистах был. И всем надо хоть один раз на ком-то показать. Вот мне нужно было выписать, Наталью, выписать из домовой. Я хозяин? Невозможно. Только через суд. А суд затягивает полгода туда-сюда, туда-сюда, в Америку и прочее. А прихожу, но судья-то получают не два рубля. Рядом помощница прокурор, пустой кабинет, никого нету ни в коридоре, нигде. А мы создаем видимость, они работают. Касал жизни. Штаты раздувать надо. Всех переловить. И вот как делается. Никого совесть не мучает, что они ничего не делают. Выписать из книги. Я хозяин. Вычеркните его. Его нету. Прислали справку с Америки, что она там уже ребятишками обзавелась. Ничего нету. Только суд. То есть они между собой. Вот подают кто-то разное. Зубы чистите. И со стоматологией это связано. Будем делать так, чтобы зубы выпадывали. А тогда вместе деньги делить. Сегодня все это уже показано. Там Герман Стерликов про это сколько пишет. Говорит. Ну надо говорить дело. И значит у меня когда допрашивали, тогда по лагерю. А вас бьют здесь? Дети нет. Не бьют. Нас наказывают. А это разница большая. Он матерится. А что нужно сделать? У меня уезжает. Он не матерится. Приехал наркоман. Через месяц вообще ничего у него нету. А вы можете сделать? Не можете. А я как? Я действую по Святой Библии. Написано не оставляй без наказания. Я его обязательно накажу. Так они приезжали, допросили. Никакого наказания. Ну уберите из устава то это. Нельзя убрать. Он должен в страхе ходить. Господь судит и говорит пойдете там в муху вечную. А еще неизвестно кто там попал то. А все боятся. Потому что написано. И червь не умирает. И червя никто не видел. Там Мотовилов видела. А вот они что хотят. А я думал что про детей спрашивали. Лагерных работает нет? Нет. Нет. Именно про деревенских. Сколько они совершенно нету. Вот видишь как. Вот это уточнение очень важное. Если они спросили. Тогда лагеря нет. Детей нет. Выросли все. Кого? Кто еще докажет то? Еще нету. Тем более если бы спрашивать в начале. Я по порядку кто у меня были там вот. Восьмой год. Восьмой год. Удробот. Удробот. И ни копейки никто не платил. Ни разу. Я кормить должен. Обиходите. У меня пятьдесят три процента. Были бесплатно. А сейчас в прошлом году наверное процентов восемьдесят. Бесплатно. Я должен где-то найти людей. Чтобы пища была. Не отравить никого. Это очень важно. А у тебя с работой это с этой. Спасивной. Это что движется? Движется. Половина я посеял. А. Вчера Момонт звонил. Сергей Петрович. Зам. Кто звонил? Момонт Сергей Петрович. А кто такой? С администрации. Заместитель. Главы администрации по сельскому хозяйству района. О. И он видимо всех обзванивает и спрашивает. Отчет да. Отчет да. Погода то всех напугает. Промежуточная. Да всех пугает. Все сидят. Долгов засадил свой большой трактор. Восьмиколесный. Спаренные колеса. Посадил по самой раме. Там они вытаскивали его. Там говорит в интернете они там что-то вытаскивали. Посмотрим. Вчера Терентий ездил к Жлудову. Сосед. Сын. Сосед. Сын. Я в поле был. Трактор сломался. Железячка нужна была. И у него четыре трактора. Четыре. Ну как. Пассивных комплекса. Три из них он засадил. Утонули трактора. Вытаскивал. Ну что говорить. Сидим в поле. Такое поле разжиженное. Разжиженное. Так вроде бы смотришь идет. А потом потихоньку. А ты же если бы один остановился там вперед-назад. А там же с агрегатом ты идешь. Он же тянет. Тянет. А как же к нам проезжает по второму мостику то. А по второму сухо. Нормально? Да. А там батюшка говорит что где новое там обваливается. Да нет не сказать обваливается. Ну немножко. Ну пока можно. Ну понятно если она такая была. А теперь выше. А то она не может дорога сужаться. Выше значит она настолько и там внизу и поэтому. Ну Камазы туда опасно пускать. Большие грузы туда нельзя. Только вот на наших легковых ездим. Ну да. Ну может так вот приезжали за зерном немножко. Она не проросла нынче какие-то они там вставляли там это чтобы проросли. Ива там какая-то. Надо чтобы корнями спать. Кажется проклюнулись они. Ага. А храма вам там много воды набрали? Много. Полный. Я не смотрел. Ну да. Видно что полный. Значит Господь позволил сохранить нынче второй мостик и все. Вот рыжковские то не могли. Я очень прошу тебя брат. Ты тебе передаст Володя. Выбери время хоть в полночи. Один моток сена. Завези на рыжковский. Там пусть и гнилое я выберу. И прямо на этот заехать там. Ну можно вполне это. И где прорыв тогда положи. Я приеду сразу займусь. И мы это. Там же Володя сделал. А? Володя же сделал. Он захоронил только. Сделал вот такой ширины чтобы только задержать воду. До меня. А там прорыв то огромный. Теперь мы его сделаем. А новый сделать. Здесь все это как всегда. Там прорыва не может быть. Сваями пробьем. А где слив будет сделаем там где начинается настоящая земля. Там не промоют тогда. А это насыпная. Она порох. Мы сдвинем туда дальше. Я все равно добью своего. И буду добиваться драглайн достать. Туда? На Рыжковский? Да. Везде. Там где можно обратить. Мы думаем оно далеко. Надо ли оно нам совсем. Надо сделать. Далеко. Теперь где коровы. Рыж этот. Костровый пруд то. Симаковский. Его сделать. Обязательно. Где зайти он может. И где вы. Вот это. Коров поете там. И он там легко с той стороны заход. И тогда отсюда. Там он везде плавный спуск. Куда он не зайдет. Да. Куда сбросить. А если нахрен. Ему надо твердый берег сделать. Потом бросать. Нет. А там вот так вот. Он по этому. Не по берегу идти. Он будет по этой. По плотинке. Да. По плотине. Потому что он должен куда-то бросать. А туда если зайдет куда бросать. То жижа стечет сразу сюда. Надо чтобы через берег. Через дамбу перекинул. В лоб. И который у нас южный пруд там. Дальше там. Там деревья мы уберем. Если будет драглайн то. И он почти до пол пруда достанет. И там углубить его можно сразу взять метр на четыре. А туда глина то сойдет. И там примерно выровняется. У меня желание большое. Чтобы большая была рыба. Чтобы на костре можно было. У меня там проволока натянутая. И можно было поджаривать. Вон как. Теперь ты прояснил. Это понятно. Женя то не отчаивается ничего? Нет. Ну слава Богу. Я о нем молюсь. Долгов? Да. Я сейчас был как раз разговаривал. Кто гербицид это продает. Они с ним связь тесно держат. Он говорит. Я посеял. Половину посеял. То что хотел. Остались зерновые. А для зерновых мы сеем. Земля холодная. Мы посеяли. Уже неделю пшеница сидит. По идее. Посеяли давно. А на неделю там. Дни восемь сидит не вылазит. Она уже должна проклюнуться с теплой земли. А она сидит. Ей там нехорошо. А проволочник жрет ее. Уже накинулись. Я сейчас поеду в краевую больницу. Сначала зайдем где ремонтирует. Вот эти вот. У него там сломал один хулиган. Посмотрим. И мою тоже проверить. Когда начинаешь приближать. Она туманом покрывается. И все. И тогда в больницу поеду. Какие операции у меня были. Я попрошу. Которые специалисты. Профессора там. Чтобы они ответили. Что. Какие последствия. У меня были такие нехорошие операции. От тяжести. И чтобы проверить. Я еду в такое место где врачей нету. И. Ну может что то в своей жизни изменить надо. И. Проконсультироваться. И хочу все заснять. Сказал. У меня с ногами плохо. Ну как. Ходить то я еще кое как. И. Сегодня звонит опять прокуратура. Я покажу тебе как они тут ко мне стучаются. Все время. Трое. Больше часа. Уйдут опять. Приходят втроем. В окнах двери колотят. Все заснято. Я выставлю этот ролик уже на этой неделе. Два ролика. Дважды приезжают. И сегодня звонят. Нам нужно Игорь Тихонович. Я говорю. Говорите. Передадут ему. Ну. Ну вот это. Повестку вам вручить. Я не подъемный. Поэтому прийти не могу. И кроме того. Раньше 10 октября не звоните. Он в командировке будет. И все. Если уж. Крайне вам надо. Я не своровал не убил. Да нет. Не своровали. Не убили. Что там. Нашли. Конкретно экстремизм какой-то. Они сейчас на это. Не было никогда никакой статьи. А теперь где-то. Ну. Повестку вручить. Я сообщу через неделю. Позвоните. Я скажу. Где я нахожусь. В том районе. И прокурор приедет. Я никуда не поеду. Меня спрашивать нечего. Я не слышу. Плохо вижу. И ходить не могу. И вы приедете. Он все. Положил трубку. Так что не мучайте меня. И бесполезно. Вы меня забрать. Можете поймать где-то. А я сейчас все запираю. На ключ ворота. И днем и ночью. Чтобы никто туда не мог зайти. А они ходят. Стучат. И не знают. Я тогда телефон звонит. А я вот. В окно выставил. Вот он. Телефон с той стороны видать. И звонит. Я говорю. Кто? Мать тети Маши. Какой тетя Маша? Назовите ее фамилию. Не знает. А кто вам нужен? Ну сказали на Ползунова 6. Ну к кому вы приехали-то? Ну он Ползунова 6 не знает даже как назвать где-то. Но явное дело что дурят. Три молодца. Непрерывно ходят. Уйдут. Опять приходят. Надежда Васильевна стучат в окна. И везде. Володя этот вызвал мне полиции. Полиция не едет. А они ждут. И друг. Они по телефону. И быстро-быстро. И там черный. Разворачивается машина. Они в нее и смылись. И с той стороны полиция подъезжает. Становится. Я все заснял. И полиция. Даже. Ноги не запомнили. Не открыли дверку даже. Постояли и уехали. И поэтому я поневоле думаю. Не одна ли эта команда действует так. И вот сегодня. Что им надо по сей день не знаю. До этого было. Приезжали давал показания. Какая-то жалоба. Что у меня материал был экстремистский. Я говорю. Какой? Вот такой. О буддистах. Сказал что это сатанизм. Это не мои слова. 108 лет назад. Это митрополит Владимир. А я. Как-то. Спаси и сохрани. Журнал. Кажется есть. И я из него взял. Перепечатал. И все. 108 лет назад. И вас так беспокоит. А как? Я считаю так от сатаны. Именно от сатаны. А ролика его нету. Я его сразу выкинул. Там. Так. С изъяном большим был. Сделан как-то. Ну не важно сделал. Мне его ценить не надо. А так я вам не отдал бы его. Но теперь что они где найдут. Антиправительственное нету. Ни даже намека нет. Наоборот. Мы призываем. Смириться. Молиться. За правителя. Я каждый день молюсь. Чтобы не было покушений на них. И мир. Израилю. Россию. Украине. Сирии. Выпрашиваем у Бога. Не знаю даже до конца. Чего они хотят. Но с один на один я. Что было встречаться то. Мне надо чтобы был человек. Который. Переводит. Что они говорят. Я не слышу. И все заснять. И тогда. Будем вообще бояться. А там скажут. Здесь нельзя. У меня он не скажет. Здесь он приехал. И говорит. Вот моя территория. Я снимаю. Я им сказал. Пять мест только есть. Где нельзя снимать. Только пять. В интернете они есть. Первое. Абсолютно точно нельзя снимать. Закрытое заседание Государственной Думы. Закрытое. То есть Крым. Берем или не берем. Они решали тогда. Закрытое. Нельзя было снимать. А потом все равно разослали. Второе. Газовое. И нефтяное. Где-то там. Министерство. Тоже что-то там. Такое вот. Нельзя. И зарубежные. Военные корабли. Там где-то стоят. Из пирса. Что-то. Все. А остальное. 350-я статья уголовного кодекса. Если кто-то запрещает. Он под уголовную статью. Хоть милиционер. Хоть прокурор. Я в любом магазине могу все снимать. А они. Не можете. Вы попробуйте. Судились. Все 100% выиграно. Потому что закон говорит. И гражданский кодекс. Тоже какая-то там статья. Они у меня в кармане написаны. Он начал говорить. А ему статьями-то как. Врезал. Сразу замолкли. Все. Ну ладно. Тогда. Тогда приехал уголовный розыск. А почему снимают? Я говорю. Люблю снимать. Это моя территория. Еще вопрос. Ну нет. И все. Замолкли. Скорее. Он говорит. Уделали. Слово уделали. Это в 59-м году. Хрущева пригласил Эйзенхауэр. Дуайт. В гости. Это никто не ожидал. А Хрущев до этого сказал. Что в Америку. Зароем мы ее. Если только. Где-то что-то пойдет. Ну и в Америке это раскритиковали. Ну и он туда ехал. 12 часов летел на самолете. А на котором летел без заправки. Только один самолет был на Веселинский Союз. В 1554 кажется. До года 59-й. Вот он теперь там. В Лос-Анджелес. Решили провести его. Он выступает. Вот так. Хрущев. И мэр города Лос-Анджелеса. А вот как вы считаете. А вот так это вот. Начинает его. Вот вы говорите. Америку там. Зароем. И то другое. А знаете что. Я это. Я сколько раз уже объяснял. Где это было говорено. И как говорено. Что если она нападет. Будет говорить. Ну реже сейчас. Вы меня до чего пригласили. А там кому-то дает. Говорит. Я из ума не выкину. Мэр города. Кто ему разрешил со мной так разговаривать. У меня такое впечатление. Говорит. Что он. Не мог удержаться. И хотел пернуть. Но же слева не удержало. И он обострался. Да его там все подняли на смех. Это. Я беру. Прямо он выступает. И говорит. Хрущев. Это не в писанном виде. А документальный такой уже. Ну и там. Что они еще. Вот. Знаете. Я вот из простой семьи. Малое село. А вот я теперь такой-то. Такой-то там. Зам-мэра. Его удивить. Вот какая Америка свободна. Он вышел. Я начал работать. Когда еще. К мамке ходил. Я стал. Там этим. Ну главой. Самого крупного государства. Социалистического строя то. В чем вы меня удивили то. Какой-то зам-мэра. Да что это за. Мы. Все здесь есть. Но у него и юмора хватает. Значит. Пришли когда в гостиницу. Где он живет то. А он стал говорить. И показал. На флафон там. Слушает у них. Подслушивающий там. Чтобы завтра же собирались домой. Я сюда 12 часов прилетел. До дома я за 10 долечу. Скажу. Чтоб скорость больше была. Противно мне все. Запечатали меня здесь. Не выйти. В жаре в этой сижу. К народу я приехал. Они с ними разговаривают. На завтра все в печати изменилось. Дали указания. Ну сколько там. А поступило где-то 15 что ли тысяч. Предупреждений. Люди готовы убить его. Киллеры. И снайперы и прочее. Мне ни при чем. Какое-то государство не можете меня сохранить. Там продавцы продает. Женщина одна. И он у нее из рук там взял. Она его за руку. Хрущева за руку. Она побежала. И от этого возбуждения потеряла сознание. Упала. Продолжительство. А у него говорит. У меня здесь друг есть. Везите к нему кукурузу. Который. А там понаехало. Две с половиной тысячи. Кажется корреспондентов. Потоптали всю кукурузу. Мужик за голову взялся. Это документально все. Уделал Америку. Хрущев как. Уделал. А у них другого то слова не делал. Сделал Америку. Он не сделал. Уделал. А у них такого глагола даже нет. И они слово Хрущев писали там. И все разные разные разные. В разных газетах. И тогда главный кто над печатью. Давайте по буквам. Вот так. Так. Ше. Пишите. Эс. Чи. Потом Ще. А потом Ев. Даже не знали как назвать. Ну. Ты просто заряди документальный. О пребывании Никита Сергеевича в Америке. И он как был. И приехал. И главный разговор с Эдуардом Эйзенхауэром не получился. Он не уступил нигде. Никак Горбачев там. Разрушил. Отдал. Рвите наши пусковые установки. Он нигде не уступил. А там подали ему какой-то там сосиски в этом магазине. Он с каким аппетитом ел. Это вот. Это хорошее. Вот так. Так что я про Потеряевку когда говорят кто-то где-то. Я заступаюсь. Вы не знаете. Никита там у меня был. Мы большой ролик записали. Я выставил вчера. Ночью сегодня. Да этот с ним провел какую беседу. Так сегодня уже отзывы положительные. Никита то как. Вот. Вот. Понимаете. Как по хорошему расстались. Да молиться друг о друге. Мы так все рады. А Никите. Никите только одно. Идти в семинарию. И быть хорошей батюшкой. То есть ничем не интересуется. Ничего не умеет делать. Само как есть. Вчера его выпытывал. Ты жениться то думаешь если. Да нет да. Ну все таки. Бывает. Может по интернету. Расспросил сколько лет он наркотики принимал. Здесь какие то наркотические принимал. Нет Потеряевки. То есть я ему такие вопросы давал. Ну ты видел в Потеряевке какие жены. Ну примерно ты на какую. Чтобы твоя была похожа то. Ни одной не нашел. Это значит. Ни одной не будет достигшей уровня наших жен. Это я уже точно знаю. Нет. Раз нету то. Она тебя свяжет по рукам и ногам. Она тебе бороду то вздует в себя. Все поговорили. Отзывы там пошли. Один отрицательный. Вот вы дармового работника потеряли. Ой ой ой. Я дармового работника потерял. Ну где то свай дал ведь он еще мог. А дальше он и не претендовал. Он мне помогал иногда по интернету. Тут он знает как включить. Почему не включаются. Ну не больше того. Вот так. Най лучших благ поскорее заканчивайте. Будут люди приезжать. И там посмотри. Если надо бы на санкции Корщина или здесь на трассе встречать заранее приедут наши люди близкие на все лето. Может быть даже тебе нужно будет помочь там. Это узнаем. Очень просится. Вчера один просился. Но я ему отказал. Бритый. А я атеист. Я говорю еще я тебе поверил. Атеист. Другое дело когда он с нами на занятиях и везде. Вот сейчас одна женщина с Украины едет. Я взял расходы билета туда и сюда на двоих для себя. У нее ничего нету. Но она нужна здесь. И ко крещению готовить. С Украины? Ага. Везет она жена на Украину. Да. И главное Марина которая была без руки Сергеева. Это тоже Марина. Такая фамилия такая Христенко. И девочка у нее. Ну и до Москвы дотяни как-нибудь. А в Москве займешь. И в Москве и у себя не могла взять займы. Ты возьми а потом и тебе дам ты отдашь. И в Москве только на нашего. Ну то есть на занятия ходит. Он ей денег не дал а купил билеты. А я говорю поедешь обратно ты отдашь. А тем более он в июле приедет сам сюда. Я ему отдам. Это мы взяли на себя расход. Больше мы не потянем. Ну и кормежка и все остальное. Мы за вами. Как говорит Кестер внимательно следит за Иудеей. Мы внимательно за вами смотрим. Дороги нету пока. Ехали через Корчино. Там не пробиться через Подстепное. А что как гости будут приезжать? Не знаю. Ну все будут ехать надо узнавать кто едет. Кругом через Корчино. Говорите все. Но застрянут где. Отвезти им поесть пообедать здесь. И назад. Один за другим вытащить их на трассу. И сказать просим святых молитву. Ну дороги нет. От нас не зависит. Господь иначе распорядился. Ба это. И молодыки не будет. Уезжают куда-то. Ну а остальное. Что? Значит. Ты отсюда как поедешь? Из Корчино? Да. А дальше как едешь ты? Ну все через Корчино. Через ферму и домой. Через плотинки. Через плотины наши? Ага. Поверху проезжаешь. И там еще проехать можно? Можно. Все. Вопросов нету? Дождя нету. У вас дождина такое идет. У нас нету дождя. Сейчас ребята сеют наши. Ну понятно. Так вопросы ко мне какие есть? Все. Нету. Благодарю. Да благословит тебя Господь. И спаси мною Господи. Устрой по воле Твоей Святой. Спаси и сохрани брата нашего. И все селение. И Никиту благослови. И Романа. Аллилуйя. Аминь. С Богом. Аминь. Все. Ставь.